Бисмиллахи урахмана рахиму, вассалату вассаламу аля Набина Мухаммады и аля алейхи и сахабы их на жмайне. Саламу алейкум и рахматуллаху и баракатуму, уважаемые братья и сестры. После того, как я выставил ролик о масле черного тмина, от которого я получил исцеление от Всевышнего Аллаха, через которое я получил исцеление от Аллаха, многие братья и сестры начали задавать вопрос, что за масло, какое лучшее масло покупать, где покупать, какое позоветовать. Ведь разные масла бывают, там эфиопское, там египетское, сирийское и так далее. Поэтому, то есть, еще когда во время учебы в Саудовской Аравии тоже, у одной компании там одно масло, у другой компании другое масло, там одно темное, другое посветлее. Бывает, что вообще тяжело пить там, там невозможно пить, то есть он такой очень горький и так далее. Там дети вообще не могут пить один из видов масла. Но вот это масло, которое, субханаллах, через которое именно лично я получил исцеление, я сказал то, что было у брата, взял вот эту столовую ложку масла, подержал во рту 3-5 минут, потом это проглотил, ночью проснулся, то есть я полтора месяца кашлял, у меня переросло это все в асму, то есть была аллергия, переросла в асму, какие только там таблетки не пил и так далее. Там даже семена же волкмена, и масло тоже как бы пил. Но именно получил именно через вот это масло, которое попробовал у брата. И я даже, субханаллах, как бы проснулся, удивился тогда, там ночью не кашлял, думаю, что со мной происходит там, аль-хамдулля, намаз так прочитал, там один аят не мог в один вдох читать, а тут несколько аятов там и с макамами читал, аль-хамдулля. Потом даже после Широка лег спать, думаю, нет, думаю, наверное, многие братья и сестры тоже как бы мучаются там долгое время. Нужно как бы записать и передать эту информацию, чтобы была польза для других. Даже на арабском языке записал и потом отправил там в Саудовское, в Эмираты. И у меня обратная связь там пришла от шейхов, то что на официальном уровне уже в Эмиратах, там в арабском мире хотят взять масло черного тмина за основу, то есть как лекарство от болезни астмы, аллергии и так далее, субханаллах. А посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, в тот еще 14 веков назад, когда не было там технологии, посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, сказал, в нем есть исцеление от любой болезни, кроме смерти. Поэтому вот как раз, уважаемые братья и сестры, тот брат, у которого я попробовал это масло, вот сейчас он весь, наш близкий брат Ренат, как раз навестил и привез тоже масло. И хотелось бы, альхамдуля, сделать такой небольшой эфир, передать именно как бы вот эти ваши знания, шейх Ренат и альхамдуля, рассказать об этом масле, что же это за чудо масло, как его готовить, как его делать, то есть, поэтому, джезак аллахару вам слово. Также мы, иншаллах, нальем, покажем цвет этого масла. Салам алейкум, паталлаху алейхатару. Значит, что про масло, коротко расскажу. Значит, самое главное, очень важно обратить внимание на качество семян, на свежие семян, когда вы это выжимаете, если дома будете выжимать, человек занимается этим. Значит, в этом масле, что, здесь 80% азиатских семян и азиатского масла, и 20% индийского. Обязательно нужно сделать это холодный отжим. Холодный отжим 30-40 градусов нагревается, значит, такие аппараты существуют, у меня такой дома стоит, вот, он там до 30-40 градусов нагревается и выжимает. При этом сохраняется очень много микроэлементов, там, полезных, желательных, даже очень важно, в темной, по сути, чтобы это держали, обязательно. Вот, ну, и еще могу сказать, что, вот, исходя из своего опыта, это, ну, эффект этого масла самый хороший, это, ну, скажем так, до 30 дней, 20-30 дней, как бы, до 20-30 дней максимум после отжима. Вот это замечательно. Именно эффект в этом, вот, как, по-своему, исходя из своего опыта. Ну, да, а то бывает, там, годами держат там. Ну, конечно, промышленное производство, они там не смотрят ни на качество семян, ни на что, как бы, и поэтому у них, поэтому и качество падает, в принципе, поэтому такая ситуация. И поэтому они еще, что, они горячим отжимом делают, они пытаются выжить максимально. С холодного отжима, там, получается, 200-250 грамм килограмм семян, да, масло. Ну, масло, 250 грамм масла с килограмм семян, да, да, где-то вот так, 200-250 грамм, в зависимости от сорта семян, от урожая, скажем так. Индийское здесь и азиатское? Да. 80% вы сказали? Индийского, азиатского и 20% индийского. Да, азиатского. Ну, вот именно вот в этом плане. Да, Машал, Машал. Давайте нальем, покажем, Машал, какой цвет. То есть, посмотрите, он такого оливкового цвета. Бывает черный, такой вот, как раз горячий отжим, а это именно такой холодный отжим, оливковый цвет. Очень приятно, как бы, его пить. То есть, вообще, в мусульманской семье этот продукт, масло черного тмина, это, как-то, скажем так, неотремленный продукт. Он постоянно, как в каждой, так скажем, мусульманской семье лежит. Бывает там черный, там, он, то есть, очень глубоко такой черный, с черным оценком. А это, говорю же, то есть, и дети его пьют, аль-хамдуль, легко его пить, он прогревает, приятный сам, и, Машал, и на запах приятный, и пить его приятно. То есть, обычно дети не могут пить, там, эфиопска бывает, там масло черное. И просто свежего масла никаких отрыжек не бывает. Да, отрыжек. Бывает, да. Бывает, да. Тяжело, как-то, желко бывает. Желко такое состояние, хамдуль. Еще момент такой, есть люди, которые, ну, не могут пить, может быть, еще как-то. Очень важно, именно, пополоскать им чай, берете столовую ложку, взяли и пополоскали. 5-10 минут, это вообще замечательно, 10 минут замечательно. Полоскали, потом выплюнули, и именно в полоски рта, чтобы это пополоскать. И так же можно глотать, как бы, да? Ну, после этого лучше сначала было проглотить, а потом пополоскать. Да, отдельно, да, это отдельная процедура, скажем. А вот, так скажем, человек не болеет, ну, для, его же можно писать, чтобы иммунитет. Конечно, колоссально, да. По чайной ложечке, наверное. Да, вечером я, у нас дома стоит, он, как бы, на столе, столовой там, вот. И дети просто подбегают, ложку взяли, выпили, побежали, скажем. Тогда же уже, это маршало. Маршало. Язак, он на хайр. Ну, подытожим, братья и сестры, то есть, это, во-первых, что нужно, обращать на семена, потому что разные бывают семена, когда, чтобы хорошего качества были. Здесь именно 80% азиатские, 20% индийские. Да. Холодный отжим, 20 дней примерно, как бы, срок годный, а то бывает, там, год-два-двое еще, иногда не покупаешь. Ну, эффективно. Эффективно. Но, вот, именно самый эффект, это, вот, до 30 дней. До 30 дней. Ну, месяц, например. Ну, грубо говоря, месяц, да. Чайную ложечку утром, безразлично, на та чай, на та чай, на та чай, на разницы нету. Ну, мы вот так, да, в свободном режиме ее. И вечером чайную ложечку, и также можно горло плоскать. Да. Не болейте, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.